Роза Эльтора Эльтора Что это за разновидность? Роза чайно-гибридная Эльтора превосходно смотрится на клумбе, выделяясь на фоне других растений своим ярким окрасом. Еще кусты этого сорта часто выращивают в коммерческих целях, поскольку на стеблях отсутствуют шипы, а в срезе цветы не утрачивают свою привлекательность довольно продолжительное время. Роза Эльтора Эльтора Краткое описание, характеристика. Цветы розы Эльтора имеют лепестки с махровой структурой и резными краями. Их окрас насыщенно красный. Отличительная особенность сортовой принадлежности – изменение оттенка лепестков во время цветения. Они могут меняться от алого, огненного и темно-оранжевого до темно-вишневого окраса. В конце цветения все соцветия имеют темно-бордовый окрас. Внешний вид розы чайно-гибридной Эльтора кусты формируются прямые, их высота не превышает 1 метр, шипы на стеблях практически отсутствуют. Цветам свойственна чашевидная форма, диаметр достигает 10 сантиметров. Каждый цветок состоит из 30-40 лепестков. Во время цветения источает приятный и в меру насыщенный аромат. При соблюдении правил агротехники цветет культура с конца весны и до первых заморозков. Важно! Сорт Эльтора относится к морозоустойчивым розам, которые способны выдерживать понижение температуры до минус 25 градусов. Преимущества и недостатки сорта розы Эльтора, как ее иногда называют, обладают следующими преимущественными особенностями в срезе. Цветы листья не увядают продолжительное время. На стеблях практически отсутствуют шипы, что упрощает уход за растением. Приятный и ненавязчивый аромат. Формируются бутоны больших размеров. Из недостатков цветоводы отмечают выгорание окраса лепестков на солнце, а также необходимость постоянно рахлить почву, поскольку кусты не терпят застоя влаги. Использование в ландшафтном дизайне Эльтора роза – это настоящая царица сада, которая не терпит соседства с другими растениями. Высаживают кусты изолированной или небольшой компактной группой в сочетании с другими сортами роз. Насыщенный яркий окрас выигрышно смотрится на фоне зеленых листьев. Использование розы Эльтора в ландшафтном дизайне выращивания цветка – как правильно посадить в открытый грунт. Выращивать розы Эльтора можно из семян, но это трудоемкий процесс, а благоприятный исход не гарантирован, поэтому преимущественно Использовать саженцы, приобретенные в специализированном магазине. Наиболее подходящее время для их высаживания – с конца марта до конца мая, когда почва уже огрета, а вероятность заморозков небольшая. Осенью также можно высаживать кусты роз в открытую почву. Это следует делать в сентябре-октябре, но не позже, поскольку посадочный материал до заморозков должен укорениться. Внешний вид здорового саженца розы Алгоритм посадки саженца Эльтора выглядит следующим образом – на подходящем участке выкапывается Ямка с приблизительными размерами 60-45 см. На дно ямы укладывается дренажный слой из керамзита или битого камня, сверху насыпается почво-смесь, обогащенная удобрениями. Саженец опускается в яму. Нужно осторожно расправить корневую систему, а корневую шейку разместить таким образом, чтобы она находилась на уровне 5-7 см ниже уровня земли. Растение засыпается почвой. Она равномерно распределяется между корешками, в конце почву надо немного утрамбовать. Обильно полить растение под сам корень, избегая попадания влаги на листья или бутоны. Так выглядит саженец розы, только посаженный в открытый грунт. Обратите внимание. Если после обильного полива почва немного осела, то необходимо в обязательном порядке подсыпать немного земли. Уход за растением. Главные принципы агротехники заключаются в регулярных и своевременных поливах, внесении удобрений, обрезках и профилактике развития болезней. Частота поливов зависит от климатических и погодных условий. Как правило, достаточно двух раз в неделю. Обратите внимание, поливать кусты рекомендуется чистой речной или колодезной водой. Использовать воду с содержанием хлорки настоятельно не рекомендуется. После поливов требуется тщательно рыхлить грунт, но работать нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему растения. Для удержания влаги и предотвращения роста сорной травы рекомендуется замульчировать в околоствольный круг. Согласно графику вносится азота, содержащая элькалийно-фосфорные удобрения. Пример как укрыть кусты розы на зиму с приходом осени розу нужно готовить с предстоящим холодом. Частоту поливов сокращают и предварительно подготавливают укрывной материал, например полиэтиленовый волокна, пилки, корешки и лапник. Цветение розы При соблюдении правил агротехники растение цветет с середины июня и до поздней осени, вплоть до первых заморозков. Сокодвижение в кусте превращается лишь в тот момент, когда температура воздуха достигает плюс 3 градусов. Если же кусты продолжительное время не зацветают, то причинами могут быть следующие факторы. Стрессовая зимовка Саженец Было выбрано неподходящее место для посадки, неподходящий грунт, недостаточно света и питательных элементов, еще большое значение играет соблюдение правил агротехники. Так цветет роза Эльтора Размножение цветка Розы данного сорта размножают с помощью семян, черенкования и окулировки. Чаще всего цветоводы прибегают к третьему способу. Приступать к реализации задуманного нужно весной, вскоре после распускания первых почек. Прививание почек осуществляется от куста шиповника к двухлетним побегам. Необходимо проследить за тем, чтобы почки хорошо возвели. Шейку корня осторожно очищают от остатков почвы и делают на ней небольшой разрез. Окулированный участок надежно фиксируют пленкой, следя за тем, чтобы обвязка не упиралась в ствол куста. Продолжительность срастания в среднем составляет около 24-28 дней. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Данный сорт обладает отменным иммунитетом и практически не отвергается развитию грибковых заболеваний и нападкам насекомых. Но если не соблюдать агротехнические правила и не проводить профилактические мероприятия, то кусты могут быть поражены мучнистой росой или черной ножкой. Букет из роз и эльтора роза и элтора имеет много преимущественных особенностей, включая отменные декоративные свойства и неприхотливость выращивания. Это позволяет высаживать кусты на приусадебных участках не только опытным садоводам, но и новичкам. Субтитры создавал DimaTorzok